Привет, друзья! Это канал King Drive и очередной выпуск, в котором вы узнаете абсолютно новые подробности о новом третьем поколении Porsche Panamera. Познакомитесь с ее чудо-подвеской, а также мы с вами разберем, какие новые силовые агрегаты появятся у нового топового лифтбека от немецкого производителя. Так что садитесь поудобнее, будет очень интересно. Porsche в следующем году планирует представить новое поколение Panamera. И хоть до премьеры еще достаточно много времени, тем не менее компания вовсю разгоняет информационный фон вокруг будущей новинки. И даже некоторым автомобильным изданиям уже удалось прокатиться на тестовом прототипе третьего поколения Panamera. Это обычная практика для немецких производителей. Перед грядущей премьерой давать автомобильным изданиям на тест предсерийные версии новинок, тем самым давая возможность журналистам подогреть интерес публики грядущему событию и рассказать много чего нового о новинке. С Panamera приключилась та же история. Свежие снимки дают нам представление о том, как будет выглядеть третья генерация люксового автомобиля. Если присмотреться хорошенько, станет ясно, что в дизайнерском плане автомобиль можно назвать более эволюционным. И он не предлагает каких-то супер радикальных изменений в облике. У него такой же плавный силуэт, характерный передний бампер в стилистике Porsche. А все, что его выдает на фоне предыдущего поколения, это новая передняя оптика в духе последнего Cayenne и, конечно же, задняя светодиодная полоса с новой архитектурой диодов. Интерьер новинки Porsche пока не раскрывает, но он будет много в чем похож на интерьер Taycan с его трехдисплейной архитектурой. Так что здесь каких-то неожиданностей тоже не будет. Так в чем же тогда радикальное отличие новой Panamera от предыдущего поколения? Все самые значительные изменения кроются внутри автомобиля. Новинка построена на модифицированной архитектуре MSB. Такая же платформа лежит в основе прошлого поколения, но для нового кузова она была доработана и теперь предлагает массу новых фишек. Новая Panamera станет длиннее и большим и теперь в базе будет предлагаться с двухкамерной пневмоподвеской. Причем эта подвеска будет доступна даже для самой дешевой заднеприводной версии. Другими словами, обычная пружинная подвеска для Panamera больше недоступна. В список стандартного оснащения также можете сразу добавить полноуправляемое шасси, а также возможность плавного перераспределения крутящего момента между передней и задней осью. Но самым главным нововведением в новой Panamera станет новая опциональная однокамерная пневмоподвеска. Это абсолютно новая разработка компании и она доступна исключительно для гибридных версий автомобиля. Почему именно для гибридных? Да все потому, что в подвеске используются более мощные насосы, требующие дополнительного питания и обычные бензиновые версии не способны решить эту проблему. Вы спросите, зачем же тогда такие мощные насосы? Во-первых, чтобы за доли секунды надувать камеры пневмоподвески. Это необходимо для того, чтобы реализовать функцию комфортной посадки, которая появится в новинке. Что это такая за комфортная посадка? Ее суть заключается в том, что когда вы подходите к автомобилю и открываете дверь, Panamera автоматически поднимается на 5 сантиметров, чтобы вам было удобнее садиться в автомобиль. Во-вторых, однокамерная подвеска используется для гашения боковых кренов кузова, а также гасит клевок во время разгона или резкого торможения. Это добавляет несколько баллов в копилку комфорта новой Panamera. Все, кому удалось уже опробовать эту подвеску на деле, оценивают ее очень высоко. Так что новая разработка немецких инженеров – это настоящее чудо, но есть в этом решении и обратная сторона медали. Из-за такого активного гашения кренов автомобиль порой не может обеспечить вас достаточным сцеплением с дорогой, чтобы можно было проходить резкие повороты на больших скоростях. Так что при активации спортивных режимов система гашения кренов автоматически отключается, чтобы у вас был максимальный контроль над автомобилем и сцепление с дорогой. Другими словами, эта функция необходима и разработана исключительно для комфортного передвижения и не имеет ничего общего со спортом и высокой скоростью. Но это не значит, что Panamera разучилась ездить быстро и агрессивно. В автомобиле все это есть и стало даже лучше, чем было раньше. На это прямо намекает и линейка силовых агрегатов. Автомобиль все также будет предлагать V-образную шестерку с двойным турбонаддувом. В новом поколении эта силовая установка станет еще мощнее и будет выдавать 358 лошадиных сил в сравнении с показателем в 330 лошадиных сил в нынешнем поколении. Никуда не денется и 4-литровый V8, его модернизируют под новые нормы по выбросам, и он будет активно использоваться в гибридных силовых установках. Отныне Panamera будет предлагать на выбор 4 гибрида. Характеристики всех гибридов компания не раскрывают, но с одним Порше дала возможность познакомиться поближе. Речь идет о абсолютно новой модификации Panamera Turbo и гибрид. Этот автомобиль оснащается 4-литровым V8, работающим в паре с электромотором, установленным в восьмиступенчатый робот ПДК. Это абсолютно новый электрический мотор, и он мощнее своего предыдущего экземпляра, и выдает дополнительные 190 лошадиных сил. На выходе такая версия способна выдать 660 лошадиных сил мощности, чего достаточно, чтобы разменять первую сотню за 3,1 секунды. При этом максимальная скорость составляет 306 км в час. Так как мощность электромотора возросла, инженерам компании пришлось увеличить емкость штатной аккумуляторной батареи. Теперь ее объем составляет 25,9 кВт-час. Это сказалось на массе автомобиля не в самую лучшую сторону. Он стал тяжелее на целых 22 кг. Еще 20 кг веса добавила новая продвинутая подвеска, а вот габариты батареи удалось сохранить на том же уровне. Якобы секрет кроется в какой-то новой технологии, детали которой Порше обещает раскрыть уже на самой премьере новинки. С такой батареей автомобиль способен проехать 40 км в пути и развить максимальную скорость в 145 км в час. Флагманская версия гибридной линейки Порше по намерам остается топовая версия Turbo SE Hybrid. Ее мощность сильно увеличится и составит феноменальные 760 лошадиных сил и 900 ньютон-метров момента. С таким потенциалом обновленный флагман с легкостью преодолевает рубеж в 3 секунды при разгоне до первой сотни, а максимальная скорость составит фантастические 322 км в час. Что для автомобиля такого класса – прекрасные показатели. Стоимость новой Panamera пока официально не оглашалась, но по предварительным данным за самую простую базовую версию придется выложить 98 тысяч долларов, что далеко не самое дешевое предложение на рынке. Но Порше никогда не отличалась доступными ценниками. Эти автомобили всегда высоко ценились за их ездовые характеристики и возможность объединять в себе несколько характеров и уметь дарить не только комфортное передвижение, но и одним нажатием кнопки превращаться в агрессивный и спортивный снаряд, способный подарить вам незабываемое ощущение от вождения. Друзья, а перед тем, как мы закончим, я хотел бы вам напомнить о своем втором музыкальном канале, где я публикую свою авторскую музыку. Если вам это интересно, переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь. А у меня на сегодня все. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые ролики. А также не забывайте о странице в инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok